17 сентября для Каспийска и его жителей является важным днём. 77 лет назад в 12.00 на городской площади объявили о переименовании посёлка Двигательстрой в город Каспийск. В честь этого события сегодня на территории администрации муниципалитета состоялось торжественное увековечивание официального символа Каспийска – флага. 12 декабря 2022 года по инициативе главы города Бориса Гонцова было издано постановление о проведении конкурса на лучший макет герба и флага города. На основании решения Геральдического совета при президенте Российской Федерации флаг муниципального образования городской округ город Каспийск Республики Дагестан утверждён решением собрания депутатов городского округа, а 20 мая 2024 года под номером 254 внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Флаг Каспийска – это гордость города, напрямую отражающий его историю, а также нашу единую и разрывную связь с Каспийским морем и Великой Родиной. От имени главы города Гонцова Бориса Ивановича я лично искренне поздравляю вас с 77-й годовщиной со дня образования присвоения статуса городу Каспийску. Отравлено, что в 77-ю годовщину мы здесь на территории администрации поднимаем этот флаг. Я хочу поблагодарить коллег, принимавших участие в работе под утверждением флага в направлении его в геральдический совет. Нам всем мира и процветания. Официального признания, чтобы город имел своё такое символическое общественное значение, что иметь собственный флаг. В армии каждая воинская часть имеет флаг. И солдаты всегда охраняют его очень и очень внимательно. И мы будем хранить рядом с другими флагами флаг нашего города. Я хочу сказать, что маленький срок, 77 лет, вот не каждый город, не каждое поселение становится таким и получает такие символические, как, знаете, герб, гимн, флаг. Каспийск наш, как вы знаете, город труда, город тружеников, город спортсменов, город ученых. Он славился своим трудом во время Великой Отечественной войны. Нес существенную лепту в дело победы в Великой Отечественной войне. Чей труд был отмечен президентом страны при слове почетного звания города трудовой добрицы. На мероприятии присутствовали также заместитель председателя Собрания депутатов Каспийска Аза Алиева, военный комиссар Марат Пашаев, председатель Совета Старейшин Ганифад Джабраилов, юнормейцы, школьники и многие другие. Под песню «Каспийск» в исполнении Сабины Тагировой состоялось торжественное поднятие флага города Русланом Учикаевым, Абдуллахидом Джаватовым и Германом Кириленко. Под ярким солнцем небом голубым, где ветер зарождает шум волны. Далее делегация отправилась на возложение цветов к памятнику первостроителя. Еще в довоенные годы город Каспийск возник как рабочий поселок при строительстве завода двигателей и получил производственное название «Двигатель строя». В условиях нараставшей военной опасности завод был профилирован на выпуск военной продукции и переименован в завод номер 182. Один из цехов завода был построен прямо в море, на каменном основании. В годы Великой Отечественной войны завод номер 182 был полностью переключен на выпуск торпед, морских мин, ручных гранат, автоматов, пистолетов и другого стрелкового оружия. 15 ноября 2002 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Каспийску звания «Города трудовой доблести». Благодаря труду наших первостроителей города Каспийска, первостроители – это наши, которые начали строить завод «Дагдизель». Ну, первоначально это двигатель строя, потом завод «Дагдизель». И труд их, самотверженным трудом и всех остальных каспийчан постепенно возродился такой прекрасный город Каспийск. Мы рады, что, я лично тоже рад, потому что мы живем в этом городе. Я горжусь этим городом Каспийск нашим. Действительно, город развивается, город растет, благоустраивается, становится красивее. И все это благодаря тому, что каспийчане, друженики прикладывают все свои усилия, чтобы создать такой благоустроенный, красивый город. Вот этот сквер, сквер в честь первостроителей, находится напротив храма, где я являюсь настоятелем. Для меня это тоже знаково и важно, что именно на этом месте мы почитаем память. Мы сегодня отдаем дань памяти тем людям, которые для нас построили этот город. Они совершили подвиг, потому что вот нам сейчас трудно себе представить, но Герман Васильевич свидетель всех этих событий, как с пустынного, не очень привлекательного места, даже опасного для жизни. Здесь расцвел такой прекрасный город, куда хотят приезжать люди со всех концов нашей большой страны и даже переселяются сюда. Я тоже благодарен этим всем людям и Богу за то, что Господь мне направил сюда, благословил мне место для служения в этом городе именно. Отметим, что в День города в Каспийске пройдет масса культурно-развлекательных мероприятий. Концерт военного оркестра 102-й бригады войск Национальной гвардии, анимационное шоу для детей, а также будут развернуты тематические площадки и выставка мастеров народно-художественных промыслов.